МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара-Медиа. С вами Надежда Фролова. Больше бесплатных продуктов для малоимущих может стать в России. Власти прорабатывают вопрос об отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Изменения позволят оказывать помощь огромному числу людей без привлечения бюджетных денег. Эксперты полагают, меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости. Отмена налога поможет нуждающимся, будет способствовать уменьшению нагрузки на свалки, а также уменьшит финансовую нагрузку на ритейлеров. В торговых сетях инициативу поддержали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученики 6-го Г-класса школы номер 4 ко Дню матери организовали праздник для детей с ограниченными возможностями. Мамы услышали поздравления. Кроме того, ребята собственными руками смастерили для них подарки, прочитали стихи, а после оценили угощения, которые для них подготовили волонтеры. Как проходило мероприятие, смотрите далее в сюжете. Дети, они все такие разные, но похожи в одном. Каждый ждёт веселья и праздника. Елена Кузнецова, узнав о Центре притяжения, организовала праздник для ребятишек с ограниченными возможностями. Помогли в организации ученики 6-го класса 4-й школы. Основная цель мероприятия – установление взаимоотношений между воспитанниками. Одни развивают социальное общение, другие вырабатывают толерантное отношение ко всем людям. В прошлом году мы взяли шество над особенными детьми Центра притяжения. И вот в течение уже второго года мы проводим с ними разные мероприятия, присутствуем на их мероприятиях, обмениваемся подарками, впечатлениями, вместе проходим какие-то мастер-классы, помогаем ребятишкам общению с обычными детьми. Всё организовали в развлекательной игровой форме. Шестиклассники подготовили стихи для особенных детей и их мам. Подарили воздушные шары. Вы счастливы! С праздником вас! Такие праздники проходят уже не в первый раз. В Центре притяжения всегда с нетерпением ждут этих встреч. Ведь они несут радость, положительные эмоции, общение и творческое развитие. Ребятишкам обязательно нужно общение. И все дети, независимо от того, какие особенности у них, конечно, они нуждаются прежде всего в общении. И благо, когда это не только близкие люди и родственники, но и вот такие вот друзья. Маленькие наши волонтёры, с которыми мы познакомились пару лет назад. И вот периодически встречаемся. И вот очень радостно, что они пришли поздравить нас. Центр притяжения работает с 2018 года. Здесь занимаются обычные дети и ребятишки с особенностями развития. Это помогает интеграции. Прежде всего, я, конечно, хочу позвать родителей и семьи, которые тоже могут посещать наш семейный творческий интеграционный центр. У нас дети занимаются творчеством. Это и лепка, это и рисование, это игра на музыкальных инструментах, барабанах. И досуг у нас очень разнообразный. Праздник завершился мастер-классом, на котором дети смогли изготовить подарок маме собственными руками. Помогли особенным ребятишкам волонтёры. Ксения Высоцкая, Алексей Резник. Новости 360. Ангарск. Семь часов свободы. Вангарские полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа, который практически только что освободился из мест лишения свободы. 37-летний местный житель рассказал полицейским. Он встретил в магазине мужчину, который показался ему знакомым, и пригласил к себе домой. После посиделок хотел вызвать гостю такси, но тот выхватил телефон и убежал. Сотрудники ППС задержали 26-летнего гражданина в течение часа. Он во всём сознался и рассказал оперативникам, что освободился только в этот день. Наказание отбывал за 11 имущественных преступлений. Молодой человек вновь помещен под стражу. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Поэтому я выбрал автошколу «Профи». С 1 по 10 декабря в кинотеатре «Родина». Большая распродажа шуб. Город Пятигорск. Норка, мутон, дублёнки. Меняем старую шубу на новую. Подведены итоги конкурса «Миссис Бизнес. Ангарск. Иркутская область». Напомним, это шоу в Прибайкале прошло впервые. К сожалению, из-за ограничений зрителей было не очень много. Но те, кто смог присутствовать на мероприятии, были в восторге. Вообще конкурс, история которого в России насчитывает 4 года, в Ангарске появился чуть ли не случайно. Организаторы обратились к ведущей различных мероприятий Елене Макович с предложением стать региональным директором площадки «Миссис Бизнес. Ангарск. Иркутская область-2021». Та дала согласие, и работа закипела. Объявили кастинг, были выбраны 6 участниц. Кроме того, нашли партнёров проекта. Например, один из этапов проходил в ресторане «Пилснер», где очень живо откликнулись на такую идею. В принципе, для работы с участницами собрали высококвалифицированных специалистов, ведь это не просто конкурс, а площадка для развития личностного роста и раскрытия творческого потенциала. В процессе подготовки бизнес-леди слушали тренинги по эмоциональному интеллекту, о имидже и харизме. Посещали различные мастер-классы. В финале дамы представили свои бизнес-проекты, творческие номера и, конечно же, дефиле в вечерних платьях. Жюри совещалось достаточно долго. Всё это время гостей развлекал иллюзионист и мастер битбокса. Наконец прошла церемония награждения. Каждая из участниц получила свою корону. А Елена Маковича не могла сдержать эмоций. Подготовка. Мы за один месяц сделали такой красивый конкурс. И наши девушки все достойны. Подготовка была очень в бешеном ритме. Но, тем не менее, посмотрите, какие красавицы. Отметим, следующий конкурс пройдёт уже в марте будущего года. Объявлен кастинг. Победительница проекта отправится защищать честь Прибайкаля на всероссийский этап. Альберт Домнин, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск. Почти в два с половиной раза выросло количество обращений физических и юридических лиц к судебным приставам Прибайкаля через интернет. Помимо разных приложений, на которых можно узнать о долгах, на едином портале любой гражданин может получить информацию о государственной услуге, предоставляемой ведомством. С начала года исполнители ответили почти на 32,5 тысячи поступивших обращений. В 2020-м их количество составляло чуть больше – 13,5 тысяч. Упустить победу. Ермак с поражения начал домашнюю серию. В Ангарске в минувший понедельник гостили омские крылья. И хотя большая часть встречи складывалась для них не по сценарию, они сумели нанести ангарчанам поражение. А мячи начали турне с противостояния с красноярским «Соколом» и уступили с разгромным счетом 0,6. А потому жаждали реабилитации. Уже в первом периоде оба коллектива включили хорошие скорости, было много бросков. И под занавес 20-ти минутки Артем Севастьянов удачно выкатился на середину правого круга вбрасывания, сделал паузу и точно бросил в обвод голкипера крыльев. Под занавес два спасения сделал вратаре мячей, когда команда осталась вчетвером. Второй период начался с отах хозяев, потом инициативу перехватили гости и сумели надолго запереть ангарчан в зоне. А затем сравняли счет. Уже спустя две минуты мощный щелчок Кирилла Галюка грамотно подкорректировал Евгений Соловьев, выводя оранжевых вперед 2-1. В самом начале заключительной третьей матча Георгию Сергеенко понадобилось 19 секунд, чтобы сделать 3-1. Видимо, ангарчане уверовали в победу и были наказаны. Сначала удаление Ильи Берестенникова обернулось второй шайбой ворота Куликова. А на последней минуте, когда гости вновь были в большинстве, счет на табло стал равный. Овертайм победителя не выявил, а вот в булитной дуэли удача была на стороне омских крыльев. В эту среду «Ермак» на своем льду принимает новокузнецкий «Металлург». Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группах ВКонтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов при Байкале. В Листвянке также без осадков. Днем плюс 4. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 5. Ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В среду солнечную погоду прогнозируют синоптики. В обед 3 градуса ниже 0, ночью минус 10. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Как спросить, сколько у вас денег? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У президента Чечни нет своего личного водителя, он рулит сам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пацаны, неважно с какой скоростью ты двигаешься, главное не останавливайся ДимаTorzok 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 ДимаTorzok